МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Город С в студии Инна Румянцева. Здравствуйте. Личное развитие на благо страны. В Самарской области стартовал проект амбассадоры активности. С 14 октября по 17 ноября в молодежном центре «Лесная сказка» состоится 7 тематических выездов, имеющих обширные обучающие программы. Каковы главные задачи масштабного мероприятия? Кто сможет принять в нем участие и повысить свои компетенции? Чему посвящены выездные смены проекта? И какие эксперты готовы делиться своими знаниями с активной молодежью? Об этом пойдет речь в нашем выпуске. И мои гости сегодня. Елена Кудашова, руководитель Школы молодежного самоуправления Самарской области «Амбассадоры активности», руководитель Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области. Здравствуйте, Елена. И Сергей Заика, координатор выезда по образовательной программе и работе с экспертами смены «Амбассадоры активности» создания. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, первый вопрос к вам. Благодаря чему столь масштабный проект стал вообще возможен? Кто его поддерживает? Проект Школы молодежного самоуправления Самарской области «Амбассадоры активности» является частью комплексной программы развития молодежи Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта образования при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Основными организаторами данного проекта является Агентство про реализацию молодежной политики Самарской области и Автономно-некоммерческая организация «Центр развития молодежи про движение». И, конечно же, есть ряд партнеров, ключевых партнеров нашего проекта, такие как Совет ректоров вузов Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области, Федерация профсоюзных организаций Самарской области, Движение первых, наше Самарское региональное отделение и многие другие. Солидные партнеры, сразу скажем. Ну, давайте теперь расскажите подробнее про проект. Главные цели, задачи, смыслы, о чем он? И главное, зачем этот проект? И меня вообще сразу заинтересовало, почему название такое «Амбассадоры активности»? Ну, начнем сначала потихонечку. На самом деле основной целью проекта является создание условий для всестороннего развития личности молодого человека Самарской области. И если мы возвращаемся к названию «Амбассадоры активности», хочется сначала сделать акцент именно на том, кто такие амбассадоры, потому что амбассадоры сейчас очень популярное направление в молодежной политике. Это те люди, которые развивают и популяризируют данное конкретное направление в молодежной среде, ну, или в каком-то другом контексте. И, соответственно, активности у нас ребята, участники, будущие участники наших выездов, проекта в целом, они уже активны. Они уже активисты в своих образовательных организациях, в своих общественных объединениях и организациях. И, соответственно, данный проект направлен на совершенствование их лидерских качеств, на развитие их профессиональных компетенций. Соответственно, вот с такой целевой аудиторией мы планируем работать в рамках данного проекта. А вот этот вот вопрос еще зачем? Знаете, научные люди любят задавать этот вопрос своим студентам, которые защищают потом, позже, диссертации. Зачем все это? Для того, чтобы развивать нашу молодежь, чтобы молодежь могла самореализоваться в своем родном крае и остаться здесь, развиваться дальше уже и быть полезным своему региону. Потому что, ну, не секрет, что сейчас очень большая течка кадров и мозгов, прежде всего, ну, во всех регионах Российской Федерации такое есть. И наша задача — сохранить нашу умную, хорошую, творчески мыслящую молодежь в нашем родном крае. Потому что мы знаем, что наша активная молодежь, она нам нужна, и она сможет развиваться в Самарской области. Цель ясна. Теперь расскажите, кто сможет принять участие в проекте? Какие это молодые люди, какой социальной группы, каких возрастных групп? Участниками нашего проекта может стать молодежь в Самарской области в возрасте от 16 до 35 лет. И вообще, в целом, про проект немного еще хочу рассказать, что у нас необычный формат — это выездные мероприятия. Выездные мероприятия в молодежный многофункциональный центр «Лесная сказка», который находится в Кенельском районе нашей Самарской области, очень живописном уголке Кенельского района. Соответственно, это выездные тренинговые программы образовательные. На протяжении трех дней мы будем обучать ребят по определенным целевым группам. Соответственно, каждый выезд для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» и там выбрать тот трек, который наиболее приемлем для души и сердца, так сказать. Поскольку целевая аудитория у нас очень разноплановая. Здесь есть и творческая молодежь, есть лидеры студенческого самоуправления, также есть трудовая молодежь, представленная будет одним из выездов. Поэтому каждый молодой человек нашей Самарской области сможет выбрать и найти тот трек для души, который ближе к сердцу. Сергей, вот когда вас привлекли к работе в проекте, какой эмоциональный отклик вы почувствовали в себе? Чем вас заинтересовала работа в проекте? Я бы сказал, наверное, это и радость и вдохновение. Радость потому, что вообще работать с молодежью в Самарской области – это такая некоторая привилегия, потому что здесь очень активные, прогрессивные, инициативные ребята. С ними просто приятно и интересно, они заряжают. И вдохновение, потому что я прекрасно понимаю, что работа над этим проектом – это работа в команде профессионалов, у каждого из которых очень интересный путь и достаточное количество компетенций для того, чтобы сделать очень интересно и полезно. – Ребята, тем, кому уже 34-35, это уже, в общем-то, состоявшиеся молодые, но уже состоявшиеся взрослые люди, у них у самих уже, наверное, у многих будет чему поучиться. Интересное взаимодействие такое будет рождаться, я так предполагаю. Елена, вот вы уже сказали, что это будет несколько смен, кажется, 7 выездных смен, которые посвящены, ну, каждая там чему-то, да? Вот расскажите, давайте мы такой экскурс произведем по этим сменам. Чему посвящены эти смены, кто может принять в них участие? Ну, собственно, вы говорили, что разные-разные какие-то целевые аудитории, да? Давайте, и, может быть, начнем уже тогда с первого выезда, когда он будет, про что он будет? – Ну, знаете, хочется заметить еще такой момент, что работая над каким-то проектом, создавая проект, мы очень большое внимание уделяем смыслам. И поэтому, если обратить внимание на названия наших треков поездных, мы тоже такой сакральный смысл в каждое название вкладываем, потому что каждая целевая аудитория, те или иные лидеры студенческого самоуправления или других образовательных организаций, соответственно, они определенные, да, то есть вектор уже развития молодежной политики осуществляют. Соответственно, вот если говорить к выездным мероприятиям, первый выезд у нас называется «Амбассадор активности проявления», это выездное мероприятие для целевой аудитории участников очного этапа конкурса «Студента года» 2024, который вот сейчас только что завершился заочный этап. Идет сейчас активная работа с участниками, потенциальными участниками данного выезда. Мы готовим для них интересную масштабную программу в рамках, ну, направлено на три трека развития, личностного развития, это и на командное развитие, брендирование собственной личности, да, то есть умение преподнести себя перед жюрейской коллегией, поскольку на протяжении двух дней участники будут проходить обучающую программу, а на третий день, здесь как раз-таки уже очный этап конкурса «Студента года», когда они предстанут во всей красе, так сказать, перед жюрейской коллегией конкурса. Такое важное первое у нас вот выездное мероприятие, с чего мы стартуем, собственно. Интересная программа, и старт уже совсем скоро, буквально с 14 по 17 октября. В понедельник мы будем ждать уже участников очного этапа «Студента года» в «Лесной сказке». Заряженный на позитиве, уже, наверное, не терпится участникам. Второй выезд амбассадора активности «Сотворение» с 25 по 27 октября. Для кого он предназначен? Это выезд, да, предназначен для творческой молодежи, студенческой молодежи, вуза, СУЗа. И мы в этом году привнесли такое новшество, поскольку проводим выездные мероприятия. Захотелось вот именно для творческой молодежи, которая принимает участие в фестивалях студенческого творчества, таких как «Самарская студенческая весна», «Фестиваль веснушка» для профессиональных образовательных организаций. Мы решили на период вот этих трех дней превратить наш молодежный центр в такой продюсерский центр, когда ребята приедут своими командами, своими творческими коллективами, и в прямом смысле мы хотим их окунуть в такой продюсерский центр, когда у нас будут проходить соревнования, батлы, кастинги между участниками. То есть мы хотим, чтобы они почувствовали себя, как будто бы они приехали на звездное телевидение и почувствуют себя такими звездочками. Ну и, конечно же, мы будем предоставлять им право выбора обучающего компонента. То есть либо он будет проходить на мастер-классы, либо где-то это будут творческие лаборатории, где они смогут свое мастерство отточить уже с экспертами по конкретному направлению. Направлений таких будет три. И это театральная, оригинальный жанр, вокальная и хореография. То есть набор опций широкий, и каждый под себя может сделать выбор. Это очень увлекательно. Ну, если они едут вокальным коллективом, например, представляя там свой вуз или сус, они уже, соответственно, понимают, в каком направлении будут развиваться, и с какими экспертами они будут уже отрабатывать. Третья смена аббассадора активности движения с 29 по 31 октября. Кого ждете на эту смену? Каковы ее особенности этой смены? На эту смену мы ждем членов Самарского регионального отделения движения первых. Соответственно, здесь будет молодежь, представители профессиональных образовательных организаций. Вместе с экспертами, также по образовательным трекам, ребята будут разрабатывать свои механизмы и свои концепции развития студенческого самоправления именно непосредственно среднеспециальных образовательных организаций. Ну, вот знаю, что с 1 по 3 ноября остается четвертый выезд проекта «Амбассадора активности. Создание». Сергей, вы являетесь координатором именно вот на этой смене. Расскажите, чему она посвящена, какую молодежь вы ждете на этот выезд? Ну, эта смена посвящена социальному проектированию, если быть точнее, то вовлечению молодежи в этот процесс, повышению каких-то навыков, компетенций, уровня знаний у молодежи, потому что это тема несколько специфическая. Кого мы там ждем? Надо сказать, что смена подразделяется на два тематических трека. Первый для потенциальных грантополучателей, а второй для наставников. Если мы говорим о грантополучателях потенциальных, то это обучающиеся школьники 14 лет, обучающиеся колледжи и техникумов, студенты. То есть те люди, которые хотят начать что-то делать в социальном проектировании, задумаются об этом. Или же они подавали уже заявки, но они были недостаточно сильны, эти заявки, и они не получили грантовую поддержку. Второй же трек — это трек «Наставники». Это для тех людей, кто, во-первых, связан с воспитательной работой в УЗИ, с молодежной политикой, с сопровождением проектных различных видов деятельности в образовательных организациях. Также, кто сюда еще попадает, лидеры общественных объединений, общественных мнений, и просто люди, которые хотят погрузиться в тему социального проектирования. То есть это смена для этих людей. У нас стоит очень непростая, но амбициозная задача — провести людей от основы социального проектирования к тому, чтобы у них уже на руках была готова грантовая заявка, которую они уже в начале 2025 года смогут подать и претендовать на грантовую поддержку своих инициатив. То есть вот вторая образовательная программа рассчитана на более взрослую уже, я так понимаю, аудиторию, да? А поясните все-таки нашим селезрителям, что такое социальное проектирование? Я добавлю, кстати, вот вы незадолго до этого говорили про то, что когда участники могут обучать друг друга, у нас действительно в программе предусмотрена такая история, когда наставники, получив определенные компетенции, там, игротехнические, взаимодействуют плотно с потенциальными грантополучателями. Ну, на то они наставники, чтобы сразу на месте это все реализовать. То есть знания получил и тут же их обкатал. Да, действительно, потому что у нас очень практикоориентированная смена. А что такое социальное проектирование? Ну, если не вдаваться в академическое определение данного понятия, то в нашем контексте это некая деятельность, которая направлена на решение социальной проблемы посредством организации комплекса каких-то взаимосвязанных мероприятий. То есть, по сути, это возможность изменить мир на локальном уровне, сделать его чуточку лучше и сделать так, чтобы люди изменились с точки зрения информированности, с точки зрения каких-то знаний. Это отличная возможность для молодежи раскрыть свой потенциал. Ну да, это действительно сегодня очень важно. Какие еще особенности будут на вашей смене? Вот это вот взаимодействие, по крайней мере, с одной программой в другую, вот это вот, да, взаимодействие наставников и тех, которые приехали учиться, это интересно. Что еще неожиданно? Одна из особенностей, мы понимаем, что, ну, как я уже сказал, чуть выше, эта сфера достаточно специфичная такая, а у нас интенсивный, треводневный, и нам нужно сделать вот такой длинный путь максимально, скажем так, понятным и доступным для участников. Поэтому у нас будут применяться различные форматы. У нас будет там, например, сессия по дизайн-мышлению, у нас будут интересные, ну, то есть у нас не будет просто лекций. У нас будут интересные форматы, очень много взаимодействия, взаимодействия, и будет возможность участников знания, которые они только что получили, сразу же применять. Будет очень много групповой работы, будет очень много тренингов и таких вещей. То есть то, что изначально людям кажется скучным по незнанию, может быть, даже немножко отталкивающим, мы готовим такую программу, которая будет максимально интересной и захватывающей. То есть получать знания не самые простые, просто, интересно, доступно и увлекательно, мы вот к этому стремимся. — А как это направление будет развиваться после окончания проекта? Если будет вообще, есть такие планы? — Конечно. Все современные проекты, события, вот, события, которые со смыслами, о которых мы сейчас говорим, они всегда подразумевают, что есть какая-то работа после события, потому что эта смена, она является неким инструментом для того, чтобы было что-то дальше, что-то главное. Вот. И, конечно же, наша задача — подготовить, замотивировать людей, показать им, что они могут в этом направлении что-то делать и дальше уже с ними работать. В Самарской области есть целая команда, которая помогает ребятам писать гранты, ну, то есть направляет их, соединяет с экспертами, которые организуют консультации очные и заочные, проводят выездные акселераторы. То есть это будет не просто такая история, что обучили людей, а дальше сами. Нет, мы будем обучать людей, с которыми мы дальше планируем работать в будущем и помогать им развивать свой потенциал, преодолевать, может быть, какие-то страхи и становиться лучшей версией себя и менять мир в лучшую сторону. Вот это очень здорово, потому что, когда есть перспективы, и ты знаешь, к чему двигаться дальше, одномоментно не заканчивается. Вот все прошло, да было прекрасно, и все закончилось. Нет, не заканчивается, оказывается, будет еще продолжение. Это замечательно. Елена, давайте продолжим экскурс по сменам. Сейчас поговорили про четвертую смену, правильно? Значит, о пятой смене проекта, который пройдет с 8 по 11 уже ноября. Амбассадоры активности «Единение». Почему «Единение»? Что там ждет участников? Да, я хотела еще дополнить Сергея, что у нас проект называется «Амбассадоры активности», и вот у Сергея трек – это «Амбассадоры активности создания». То есть в рамках данного выезда участники будут создавать что-то новое, создавать проектные заявки, а дальше их уже пытаться подать на грантовые конкурсы. Это тоже очень важно, и вот смысл внутренний, да, составляющий проекта, он у нас находит отражение в названии. Соответственно, следующее выездное мероприятие – это «Амбассадоры активности Единения». Участниками данного трека будут являться представители трудовой молодежи, трудовой молодежи региона из различных сфер деятельности. Соответственно, у них будет тоже сейчас готовиться программа образовательная по трем проектам. Даже вот обращусь к своей небольшой шпаргалке. Три трека развития советов работающей молодежи, точка роста и время лидеров. И хочется отметить еще такой факт, что в каждом выезде, у нас их семь в рамках данного проекта, в каждом выезде есть своя такая группа рабочая, да, состоящая из руководителя выезда, как раз-таки вот ответственного за программную составляющую, за культурную составляющую. Это, на самом деле, огромная такая команда на каждом выезде ребят активных, которые хотят развивать данное направление и работать со своей целевой аудиторией. И, конечно же, здесь этот выезд не исключение, здесь тоже есть своя команда, которая будет развивать, которая уже взаимодействует с участниками и как бы смыслы пытается изложить, которые мы, авторы проекта, заложили в данный проект, мы уже стараемся, чтобы наши тоже члены команды дальше распространяли на свою образовательную программу наши смыслы. Шестая смена «Амбассадор активности действия» с 11 по 13 ноября, она будет проходить. Для кого она? Как будет проходить? Почему действия? Мне кажется, действия вообще везде, во всех сменах. Здесь у нас участниками является представители молодежных политических организаций, а также молодежно-освещательные структуры региона, такие как общество-молодежный парламент Персамарской губернской думы, молодежный парламент муниципалитетов, молодежное правительство, состав которого в данный момент сейчас как раз-таки утверждается. Ребята проходят конкурсные испытания. Здесь они будут разрабатывать свои проектные идеи. У нас такая, знаете, коллаборация смыслов в каких-то выездах присутствует. Соответственно, разрабатывать проекты, проектные заявки, которые молодежь, данная целевая аудитория, будет уже реализовывать на территории Самарской области. А мы им в этом поможем. И завершающая седьмая смена будет проходить с 15 по 17 ноября. Амбассадор активности «Созидание». Чего там созидать будете? И кто будет созидать? Участниками данного выезда, финального нашего выезда в «Лесную сказку» будут являться бойцы российских студенческих отрядов нашего регионального отделения. Это ребята, которые созидают, помогают на различных мероприятиях, принимают участие в различных мероприятиях на территории Российской Федерации. То есть такая обширная масштабная организация. Они проводят свои образовательные треки. Сейчас как раз-таки, поскольку самый дальний выезд, очень тоже идет такая проработка всех смыслов и разработка образовательной программы. Но следует отметить, что здесь будут формировать план по развитию именно трудовых отрядов, конкретных образовательных организаций, например. То есть отделение есть в образовательных организациях Самарской области. И вот именно механизмы треки развития внутри образовательных организаций ребята будут развивать на выезде. Расскажите, кто будет экспертами на ваших сменах? Там ведь и лекторы, и ведущие тренингов. Кто эти люди? Готовясь к сегодняшнему эфиру, конечно же, собираем уже информацию от коллег, какие будут эксперты, потому что хочется, чтобы это были новые, новые лица для наших участников. Поскольку у нас проект направлен на активную молодежь, многие из нее уже были на подобных выездах, в лесной сказке или еще в каких-то других выездных мероприятиях. И поэтому нам очень хочется с командой организаторов, чтобы это были новые лица, новые спикеры, которые были бы интересны нашей публике, поскольку молодежная политика тоже совершенствуется, открываются различные новые грани для собственной реализации наших участников. Поэтому, наверное, сейчас мне не очень бы хотелось говорить именно о персонале и фамилии. Да, но это региональные эксперты на каких-то выездах, даже федеральные эксперты будут присутствовать в конкретном направлении, вот в каждом из семи наших выездов. Для нас это очень важно, и мы хотим видеть положительную обратную связь от участников выезда, чтобы им эта программа была на самом деле полезна, и дальше они свои знания уже смогли применить на практике. Полезно и интересно, конечно. А вот каков интерес участия экспертов? Как активно они шли на сотрудничество? Вот приходилось уговаривать этих профессионалов? Поучаствуйте, пожалуйста. Или вот глаза тоже загорались, и да, нам это интересно. Вы знаете, сфера молодежной политики, она в целом очень специфична, в хорошем смысле слова. Потому что те люди, которые работают, они живут этой сферой. И сами молодеют. И сами, да, общаюсь, ну это на самом деле так. Это правда, конечно. Общаясь с молодежью, конечно, заряжаешься их позитивом, их энергией, блеском в глазах, и хочется дальше делать для них только лучшее. Поэтому, когда мы начинаем прорабатывать с экспертами, самая сложная, с чем мы столкнулись, это то, что, например, на конкретные даты у них уже какие-то мероприятия. Вот, например, там творческий выезд у нас будет, который в конце октября, сотворение. Соответственно, мы хотим пригласить актеров Самарского театра «Самарт». И они хотят, но они не могут, у них спектакли. То есть вот с такими нюансами мы сталкиваемся. Поэтому я вот не могу, как руководитель проекта, сказать, что нам кто-то отказал. Отказали вот только в контексте занятости уже на других мероприятиях каких-то региональных. Но желание у всех возникало. Да, это очень отрадно осознавать. Это отрадно, действительно, да. Значит, действительно, проект стоящий и интересный. Сергей, вы координируете смену амбассадор активности создания, четвертая смена, правильно? Четвертый выезд. Все так, да. Какие эксперты будут там работать? Важной особенностью здесь с точки зрения экспертного состава является то, что это все те люди, которые путь, который мы здесь закладываем для участников и к чему мы их готовим, они прошли сами. От какой-то проектной идеи до гранта, его реализации, отчетности. И у всех у них есть большой опыт взаимодействия с людьми, консультирования. В общем, очень большие экспертные компетенции. В первую очередь, это грантовое сообщество Самарской области. Сообщество экспертов имеется в виду. То есть это люди, которые являются экспертами в различных грантовых конкурсах. Ну, прежде всего, конкурсы Росмолодежь-гранты. Кроме того, это люди, которые являются выпускниками федеральных программ, которые являются федеральными тренерами и у которых очень большой опыт работы с молодежью. Поскольку сфера социального проектирования достаточно специфичная, то здесь как раз-таки будет не очень много лиц, которые всем известны. Будет много новых лиц, в том числе, потому что экспертов в этом году стало больше. Ну и, конечно же, мы будем привлекать коллег, экспертов, экспертов-наставников Росмолодежь-грантов из других регионов, которые очень быстро согласились. Счет шел на минуты. Мы связывались с кем-то, и там и пяти минут не проходило, как человек уже мог согласиться, договориться с работой и был готов приехать и принять участие в таком замечательном, важном проекте. Потому что у нас очень большая смена, очень важная, очень нужная. Поэтому люди будут максимально понимающие свою целевую аудиторию, максимально заинтересованы, и те, которые могут зажечь вот этой специфичной темой и дать ее в доступном формате для всех. И научить писать, оформлять гранты и писать социальные проекты. Безусловно, мы там этим будем заниматься. А вы своим экспертным мнением, знаниями будете делиться с участником смены? Ну да, поскольку я тоже являюсь экспертом, наставником Росмолодежь-грантов от Самарской области, я, естественно, тоже буду это все делать. И я учитываю этот опыт, большой накопленный свой, при разработке программы вместе с командой. Поэтому, да, все это будет... Все самое лучшее, что мы получаем в этой специфичной теме, работая на проектах со всей страны, мы, конечно же, будем сюда привносить. Привносить, отдавать и шлифовать собственные знания. Получается так, да? Елена, расскажите, как можно все-таки стать участником вашего проекта, что для этого нужно сделать? Потому что сейчас нас слушают, у кого-то глаза загораются. Что делать, если есть желание? Да, если есть желание, все очень просто, на самом деле. Нужно просто зайти, пройти по ссылочке на ИС Молодежь России и выбрать один из семи треков нашего замечательного проекта «Амбассадора активности». Ссылочку, если нужно, можно будет разместить. Она у нас есть во всем нашем информационном пространстве, Молодежь Самарской области. Можно найти ссылочку на ИС Молодежь России. И, соответственно, если вы не зарегистрированы еще на этом сайте, и вы в возрасте от 16 до 35 лет, то нужно сначала пройти регистрацию на данном сайте, а потом уже выбрать данное мероприятие. То есть программа сама предложит выбрать мероприятие. То есть какие мероприятия в регионе проводят. Все ли желающие смогут принять участие? Какой-то конкурс отборочный предполагается? Да, конечно. Нам тоже отрадно, что сейчас уже на данный момент выезд еще даже первый не проведен, с учетом того, что на него нет отдельной регистрации, поскольку это коллаборация «Амбассадоров активности и студенты года» регионального. Но на данный момент вот уже более тысячи заявок к нам поступило по таким, по свежим данным последним. Конечно же, к сожалению, всех наша замечательная сказка принять не сможет. На каждом выезде у нас от 200 до 250 участников. Ох, как много! Да, достаточно солидная аудитория. Конечно, на каждый трек будет свой отбор, потому что на творческий выезд там свои критерии отбора. У ребят, когда они регистрируются, соответственно, там есть вопросы, там есть требования к данной категории участников. И мы уже с организаторами будем смотреть, кто из потенциальных участников соответствует этим требованиям. Ну и также примерно по всем остальным направлениям у каждого руководителя конкретного выезда есть свои критерии по отбору участников. Соответственно, это тоже видно будет. За сколько дней до начала смены заканчивается прием заявок? За три дня. За три дня? Да. Но все-таки, поскольку есть такой отбор, достаточно серьезный, наверное, стоит поспешить, не откладываться в дальний ящик и не надо ждать вот этих вот трех дней последних, да? Конечно, мы бы пожелали участникам нашим потенциальным, чтобы поскорее прямо вот сейчас открывали свои ноутбуки, брали свои телефоны в руки и регистрировались на те треки, которые им ближе всего к сердцу. Сергей, вы тоже можете что-то напоследок сказать потенциальным участникам проекта, мотивировать их к участию, возможно, в вашей смене как раз? Я бы, да, я хотел бы мотивировать, конечно, участвовать в нашей смене, ну и на остальные обратить внимание. И, наверное, за все смены скажу, что команды на этих сменах работают таким образом, что иногда вот мы смотрим на то, что делаем и думаем о том, что как жаль, что в наше время, когда мы были в таком возрасте, таких проектов замечательных, которые являются социальным лифтом, которые погружаются в сообщество, которые дают, ну, уникальные знания не было. Вот, и поэтому такая возможность сейчас у молодежи в Самарской области есть, и было бы странно ей не воспользоваться. Поэтому польза в руках берущего, пожалуйста, нужно пробовать, нужно участвовать и нужно расти и развиваться. Елена, есть что дополнить? Сергей, так прекрасно сказал. Конечно, в нашем регионе есть огромные возможности для развития, для личностного развития. И нужно брать всё от того, ну, брать от жизни всё, как говорится, да, такое выражение есть у молодежи. Соответственно, конечно же, нужно этой возможностью пользоваться, брать телефон и регистрироваться. Согласна с вами. Вот время нашей программы подошло к концу. С вами было интересно. Уважаемые гости, благодарю вас за увлекательную беседу, полезную, надеюсь, для наших зрителей информацию. Напомню, сегодня у нас в студии были Елена Кудашова, руководитель школы молодежного самоуправления Самарской области, амбассадоры активности, и Сергей Заика, координатор выезда по образовательной программе и работе с экспертами смены амбассадора активности создания. Участникам проекта желаю ярких впечатлений. На этом у меня всё. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!